ЖКХ. Что необходимо сделать, чтобы эта аббревиатура не ассоциировалась у россиян с несправедливостью, халатностью и коррупцией? Об этом они только говорили на Всероссийском форуме в Черябинске. Как много в этом слове для сердца русского слилось. В данном случае речь не о Москве, а о ЖКХ. Запредельные суммы в расчетках есть, а вот качественных услуг почему-то нет. Думаю, подобная ситуация знакома многим жителям страны. И по инициативе единороссов более тысячи работников жилищно-коммунальной сферы собрались в Черябинске, чтобы обсудить, что с этим делать. На повестке дня вопросы лицензирования управляющих компаний, повышения качества коммунальных услуг, расселение аварийного жилья, модернизация жилищного фонда. Только по сетям теплоснабжения нам требуется замена приблизительно трети соответствующих сетей. В некоторых случаях это треть средняя цифра, как обычно. Это и две трети, и три четверти. В общем, ситуация весьма и весьма непростая. Она, понятно, как создавалась. Она копилась. Она связана с отсутствием финансирования в определенные периоды. Кстати, и в советский период, и в постсоветский период. Но в любом случае объем проблем очень большой. Премьер-министр страны заявил, в России нет региона, где бы проблемы жилищно-коммунальной сферы не давали о себе знать. В свою очередь представители делегации из Чуваши отметили, проблемы в городах схожие, и опыт коллег лишним точно не будет. Было много еще вопросов касаемо более качественного обслуживания. Были предложения из других регионов. Выступали старшие домов. Выступали управляющие компании, которые говорили о том, с чем они сталкиваются в поле своей работы. Самое главное и основное, то, что сегодня все эти проблемы были озвучены, есть понимание, понимание открытости, прозрачности. Другого пути нет. Сегодня четкая задача поставлена субъектом. Это касается и нашей республики. Должна быть разработана дорожная карта до конца 2014 года, где четкое должно быть понимание того, что нужно делать. И на основании этого, конечно, будет государственная поддержка. Территория России огромная. По оценкам экспертов, жилищно-коммунальный сектор у нас самый сложный в мире. Конечно, сразу кардинально жизнь россиян этот форум не изменит. Однако, отмечают специалисты, главное – начать действовать. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова